Всем привет! Вы на канале CryptoCommons и мы наблюдаем наконец-то, ребята, с вами локальный To The Moon. Пускай пока еще локальный, но тем не менее, биткоин подорожал уже на полторы тысячи долларов буквально за несколько минут прямо сейчас. Когда вы это смотрите, не знаю, цена уже ушла еще выше или ниже, напишите в комментариях. И если вам тоже не безразличен крипто-контент, обязательно ставим лайк, проверяем, подписаны ли вы на наш канал и нажат ли у вас колокольчик. Итак, биткоин сегодня у нас показал уверенную плотную свечку, тень, которая поднималась уже почти на 7%, а тело свечи все еще на 3,5% в плюсе от начала импульса. Также мы видим замечательные объемы, мы видим, что был удержан уровень золотого кармана после последнего импульса, мы удержали 0,68 фибу и нарисовали потенциальное двойное дно. Ну, можно даже назвать это тройное дно. Вот, поэтому, ребята, теперь давайте подумаем, что же нас ждет вообще в ближайшем обозримом будущем. Допустим, вот у нас был импульс падения, вот у нас был лоу, и мы сейчас, посмотрите с вами, где уже по обратной фибоначи по коррекции, мы уже тестируем 0,5 уровень. Статистически, если говорить о том, что это даунтренд, то вот в этой зоне как раз и возможна реакция цены обратно в коррекцию. Я не говорю, что мы перепишем эти лои, но я говорю о том, что мы, возможно, сходим хоть куда-то, хоть вот сюда. Вот, грубо говоря, опять, если снова накидывать будем фибу, посмотрим. Если это был вверх, то, соответственно, куда-нибудь опять там в золотой карман плюс-минус мы можем и спуститься, после чего снова начать расти. То есть, грубо говоря, ниже 27 тысяч в ближайшее время мы можем легко сходить, но это будет увидено уже вот буквально, возможно, это уже даже произошло, когда вы это смотрите. Поэтому слишком локальную картину тоже давайте не будем погружаться. Давайте немного отдалимся, что мы здесь видим по TRDR, что на 4-часовом таймфрейме у нас здесь был сильнейший сигнал по TRDR, у нас были очень мощные покупки. Посмотрите, что мы после этого видели, цена уважала этот уровень и ниже не спускалась. То есть, это была плита. И вот мы видим то, что цена начинает отскакивать, цена начинает идти наверх. И теперь осталось только понять, будет ли закрыто все вот это падение сейчас или мы отвергнемся где-то от этих уровней. Напишите в комментариях, что думаете вы. Я пока точно не могу сказать, в какую сторону я склоняюсь. Конечно же, я думаю, что мы к этим уровням придем рано или поздно и скорее всего быстрее, чем многие думают. Соответственно, да, если в какую сторону склоняться мне, наверное, конечно, все-таки в сторону закрытия этого импульса, в сторону вот этого ковша большой медведицы, который мы сейчас нарисуем. Я думаю, что да, статистически так оно и будет, скорее всего. Но, блин, могут всех побрить, могут побрить. Поэтому, что я хочу сказать, будьте, пожалуйста, осторожны. Если вы торгуете этим вместе с нами на Бобите или на какой-либо другой бирже. Потому что, ребята, могут всех побрить и в хвост, и в гривы, вы же знаете. Самое главное – это остаться с деньгами, а не с позицией. Поэтому лучше всегда. Как вчера говорил криптохамстер у меня на эфире. Главное – не по какой цене вы докупите, а когда. Важно, чтобы у вас всегда было, чтобы докупить. Вот и все. И даже если биток будет стоить дороже 30 тысяч, это будет все равно хорошее место для покупки в долгую, поймите. Просто вы те битки, которые по 25 купили, разгрузите, может, и по 28. А те, которые по 30 купите, можете разгрузить и по 100. Тут вопрос таймфреймов. Вот и все. Поэтому, друзья, значит, смотрите, что мы тут имеем в сухом остатке. У нас есть вот такое некое сопротивление на уровне 26600 примерно. Вот у нас сопротивление, и вот у нас было сопротивление. Соответственно, вот мы его уже пробили, мы можем его спокойно отретестить сейчас как поддержку. Имейте это в виду тоже перед продолжением роста. Ну и хочу, конечно же, отметить, ребята, нашу команду на турнире WSOT, который закончился уже на Байбите. Ребята, мы показали очень хороший результат, несмотря на то, что я показал убытки в этом турнире. Конкретно с начала турнира у меня пошли убытки по моей прибыли, так что я утянул команду немного вниз. Но вам большущий респект, чуваки, то, что мы заняли 13 место в регионе, 97 в общем, это на самом деле очень крутой результат. Так что не расслабляем булки и готовимся к следующему соревнованию. Ну и индекс доллара еще, ребят, давайте посмотрим на него, обратите свое внимание. Он вчера, на самом деле, вот эта вот свеча была красная, как и наша. Да, если мы посмотрим обычные свечи, вот они, красные свечи. Ну, здесь она уже стала зеленая, это будет увидено по закрытию дня. Тем не менее, что мы видим, что DXY у нас с вами, вот здесь вот ложно выходил из уровня вот этого дна, после чего отскочил. А здесь, по моей версии, вот это все ложный выход из вот этого уровня сопротивления. Я могу, конечно, оказаться неправ, и индекс доллара сейчас улетит вот туда. Тем более тут желтая точка, дивера. Если так, то тогда будет дамп по всем рынкам, скорее всего. Но, блин, на самом деле, посмотрите вот на этот RSI, на вот эти красные точки. Я думаю, что вероятнее. Мы увидим сейчас, что индекс доллара пойдет обратно туда, где ему самое место. Хотя бы вернется вот в этот боковик. И вот тогда-то, ребята, на этой коррекции доллара мы увидим to the moon по всем рынкам. Включаем наш с вами любимый крипто-рынок. Что там еще? Биткоин трэш, кстати, плюс 10% за день. Посмотрите, 61.8 FIBA, точно как мы с вами обсуждали. Вот этот перепрод на RSI, W, точно пошел по этой стрелочке, посмотрите. Поэтому будьте осторожны. Сейчас по биткоин кэшу интересная разбилка. Если он пробивает 210, закрепляется выше, над сеткой May Ribbon, и разворачивает ее обратно, то, ребята, тогда эта вся дорога на 600 открыта или на 800. Но если сейчас он не сможет этого сделать и отвернется отсюда, то, я думаю, мы увидим новые лаи по нему, потому что импульс, конечно, не закрытый. Если проводить аналогию с Ripple, то биткоин кэш может сделать вот так вот, ниже 100 долларов, и потом только мы будем говорить о росте. Так что будьте осторожны, ребята. Все ссылки в описании. Спасибо, что смотрите. С вами был Гриня. Честно говоря, думаю, что надо начинать разгружать потихонечку сделки, чем, собственно, сейчас и займусь после того, как загружу это видео. Всем профитролей, хорошего настроения, и до следующей встречи. Пока.